Сейчас себе сделаю нос алкашихи, но красота требует жертв. Знаете, у меня сейчас возник вопрос, ну что я трачу свою жизнь? В этом видео я буду повторять популярные трендовые новогодние макияжи из ТикТока и Пинтерест. Сделаю сегодня три креативных, ярких, рождественских образа. И, конечно же, я покажу вам пошаговый туториал, всё объясню и расскажу, чтобы вы тоже смогли повторить. Всем привет, с вами Лена Ягермис, я креативный мейкап-артист. И на моём канале много интересных и полезных роликов о макияже, стиле и обзорах косметики. Я выбрала несколько креативных макияжей, которые вы мне скидывали в Телеграм. И я буду повторять самые популярные образы в этом году. А если вы тоже хотите влиять на мои новые ролики, то подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Сегодня будет образ сказочного оленя, графичный макияж в красно-зелёных оттенках, вдохновлённый рождественским леденцом, а также альтовый голубой макияж с румяными блёстками и снежинками. По-моему, звучит интересно, и я надеюсь, что я смогу всё это повторить. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. И именно ваша активность мотивирует меня на съёмки новых видео. А ещё я буду очень благодарна всем тем, кто задонатит, потому что в этом ролике нет рекламы, но есть огромное количество полезной информации. Не то что на всяких мейкап-курсах непонятных за бешеные бабки. Так что в описании я оставлю ссылочку на бусте, и с иностранных карт вы можете донатить прямо на Ютубе. Первый макияж – это макияж, который не сходит с новогодней повестки на протяжении последних нескольких лет. Мейк в красно-зелёных цветах с графичной стрелкой в виде карамельной трости стал уже таким типичным вариантом креативного рождественского мейка, так что давайте его повторять. Мне прислали просто кучу-вы-кучу разных вариантов, но я выбрала вот этот. Мне он показался самым интересным, да и сочетает он в себе как раз и красные, и зелёные оттенки, и снежинки. И губы к этому макияжу тоже будут непростые, потому что я нашла на просторах интернета вот этот потрясающий лепард со снежинками. К сожалению, я не знаю авторов всех этих работ, которые я сегодня буду повторять, но если вы их знаете, то обязательно покидайте мне ссылочки на этих людей в комментариях. Я потом обязательно укажу в описании, потому что я за честность. Я уже сделала свой обычный макияж лица, нанесла тон, контуринг, пудру. И теперь хочу добавить вот эти вот румяна от Pastel. Буду использовать вот этот более тёмный красноватый оттенок. Давайте их немного нанесём. И теперь сразу перехожу к макияжу глаз. На веки я нанесу белую подложку. Как всегда, это белая матовая помада от Джеффри. Конечно же, можно делать без подложки или нанести на какой-нибудь светлый консилер. Просто белая подложка мне нравится тем, что цвета на ней получаются наиболее яркие. В этом макияже у нас есть Cut Chris, так что давайте тоже начнём вот с этой верхней линии. И я просто кучу палеток перерыла, чтобы найти хоть какие-то похожие зелёные цвета. И я поняла, что мне нужно снова снимать разбор косметики, потому что у меня какой-то в очередной раз тотальный срач. Я ничего не понимаю, где у меня что находится. Я не помню, что у меня вообще есть и какие оттенки. Ладно, давайте начнём. И я воспользуюсь вот такой загаженной палеткой от YouCanby. Она прямо у меня такая рабочего характера. И в ней есть очень красивый тёмно-зелёный оттенок. И этим тёмным цветом буду чертить вот такую линию. И как-то в этой палетке с зелёными и более светлыми всё очень грустно, потому что они все какие-то шиммерные, блестящие. Поэтому я возьму палетку от Beauty Bomb Full Moon Party. И там как раз есть вот такой красивый ярко-зелёный оттенок. Не знаю, почему все эти палетки так засрали, но они мне действительно нравятся. Я ими частенько пользуюсь. И вот этим изумрудным оттенком я оттушёвываю зелёную линию наверх. И также этот оттенок я нанесу на нижнее веко. И теперь я хочу весь этот зелёный прям идеально втушевать в кожу. И для этого у меня есть вот такая зелёная палетка от Colourpop Just My Luck. Моей удачей будет, если оттуда сейчас никакой рефил не вывалится. Фух, отлично! Потому что тут уже некоторые рефилы биты, и что-то оттуда уже выпадает. Напишите в комментариях, нужен ли нам обзор на Colourpop. Потому что у них, ну, достаточно интересные палетки, которые я одновременно очень люблю и ненавижу. В теории, по оттенкам я бы могла сделать весь этот макияж только этой палеткой. И в ней настолько говённые оттенки есть, но не в смысле цвета. Хотя в плане цвета тут тоже есть такой оттенок прям дресни. В общем, очень странные палетки. Если хотите обзор, то пишите. Но в этих палетках мне безумно нравятся всегда светлые оттенки. Возьму, наверное, вот этот. Самый такой светлый, пастельный. И растушую им в кожу. Сначала верхняя, а потом нижняя века. Теперь возьму плоскую кисточку с консилером и почищу ей границы. И затем нанесу зелёную блестяшку вот сюда. И тут я очень долго тупила, потому что никак не могла найти цвет, который заявлен на картинке. Поэтому за основу возьму пару оттенков из палетки неон от Huda Beauty. Наверное, вот эти вот два между собой смешаю. Да, что от Huda меня сегодня вообще не вдохновило. Прям она так сыпется ужасно. И теперь давайте сверху нанесём вот этот зелёный пигмент от Clipatch Pro под названием Demontoid. Конечно, на фотографии что-то такое более доохромное, салатовое. Но такой вариант мне показался наиболее интересным и из того, что у меня есть. Теперь начинается самое сложное. Это графика. И если что, я всё ещё в поиске идеальной белой подводки. А пока её нет, я воспользуюсь самым обычным белым аквагримом. Я буду рисовать карамельную трость. И сначала нарисую белую линию над складкой века ровно вот здесь по контуру. И вот тут в уголке должен быть завиток. Для рисования я использую вот такие тоненькие-тоненькие кисточки для дизайна ногтей. И у меня, собственно, даже есть чего срисовывать. Только вот единственное, есть бы я её не стала. Мне кажется, она уже несколько лет как просроченная и лежит у меня чисто в качестве реквизита. Красным аквагримом я нарисую красные полосочки. Буду их делать немного по диагонали. На самом деле, подобные стрелки рисовать довольно сложно. Потому что прям так и хочется, чтобы все вот эти мелкие линии были идеальны. Теперь сверху нужно нарисовать снежинки. Мне очень понравилось, как это выглядит на фото. И я просто тут вспоминала, блин, как рисовать снежинки. Просто привет, детский сад. Вот так вот в школе учат какой-то фигней, и ты думаешь, блин, да нафига, да мне это никогда в жизни не пригодится. Какие нахрен снежинки? А вот тут, пожалуйста, пригодились. И также буду аквагримом эти снежинки рисовать. Самые большие снежинки идут вот здесь и вот тут. Лучше такие темы рисовать с больших элементов и потом уже добавлять что-то вокруг мелкое. Меня ещё сейчас в бар позвали, и я что-то хочу этот макияж как можно быстрее уже доделать. Теперь я добавлю маленькие снежинки в свободные участки. И во все пустоты я добавлю точки. Буду делать это вот такой палочкой для ногтей, или можно делать это зубочисткой. Главное не выколоть себе глаз. То, знаете ли, не хочется как-то Новый год без глаза отмечать. Ну, вот что-то такое у меня получилось. Кстати, расскажите, где вы встречаете Новый год? Хату-то нашли уже, не? Валера, как планируете встречать Новый год? Возьму мартышку и буду я ее дерабанить. И придумали ли вы себе какой-нибудь уже макияж и образ? Очень интересно узнать, кто в каком настроении и кто как хочет выглядеть на Новый год. Я вот пока не придумала ничего, кроме того, что я хочу шампанское. Можно прямо сейчас. А то, господи, с этими снежинками уже без пол-литра не разберешься. Снегурочка, давай! В принципе, макияж глаз готов. Осталось добавить зеленый карандаш на нижнюю слизистую. Это офигенный гелевый карандаш от Lamelle. А на верхнее веко добавлю черную небольшую стрелочку. Я буду в этом макияже клеить ресницы. И всегда, когда я клею ресницы, очень важно вот эту вот часть прорисовать. Чтобы ресницы потом выглядели более аккуратно и не были видны непрокрашенные черным участки кожи. Ну и на ресницы нанесу тушь. И у меня это тушь из прошлой коллекции от Beauty Bomb. Как-то она у меня, знаете, повалялась какое-то время. А сейчас я ее как-то случайно достала и распробовала, и мне так нравится, знаете ли. И щеточка у нее нормальная. Не то, что у всяких новых тушей цветных ужасная. Если вы еще не смотрели мой последний ролик с обзором на последнюю коллекцию Beauty Bomb, то я вам очень советую. Во-первых, там пи***ть как смешно. А во-вторых, там реально есть очень разные, очень интересные продукты. Ресницы я приклею в самом конце, чтобы они мне не мешались. А пока переходим к губам. Я нашла в интернете вот такой интересный лепард. Выглядит очень по-новогоднему. Просто самые обычные классические красные губы со снежинками. Красивый макияж. Спасибо. Осталось губы сделать. Это еще на час. Сейчас как раз продемонстрирую вам свое любимое комбо, как сделать красные яркие насыщенные стойкие губы. У меня есть мой любимый карандаш от NYX под названием Day Stand Diffused. Он в таком красивом благородном красном оттенке. Правда, со временем с ним начала происходить вот такая проблема. С этой стороны должна быть кисточка. Ладно, у этого карандаша прям идеальный красный оттенок. Я прочерчиваю красной стороной по контуру. И вот эта кисточка на обратной стороне очень удобна для прорисовывания границы. Все, у меня теперь идеальный четкий контур. И уже на сами губы я добавляю вот такую красную матовую помаду тоже от NYX. Тоже она в таком идеальном темно-красном цвете. Очень такой дорогой оттенок. Теперь возьму прозрачную пудру. Можно даже губы будет припудрить. И помимо того, что мои губы сейчас выглядят, ну, будем честны, шикарно, я уверена, что два этих продукта на моих губах продержатся всю новогоднюю ночь до самого утра. Проверено. И теперь снова беру белый аквагрим и начинаем снова рисовать эти гребаные снежинки. У меня прям трясутся руки. Какой геморрой, а? Блин, мне кисть щекочет губы. Очень странные ощущения. Знаете, у меня сейчас возник вопрос, на что я трачу свою жизнь? С моими еще сухими и кривыми губами это вообще задача невыполнимая. Ладно, я сейчас вам открою две тайны. Если вы видите идеально ровный лепард, то это 100% фотошоп. Нет, не то, что это все прям нарисовано в фотошопе, просто линии немного в фотошопе подправляются, что-то убирается. Я сама так иногда делаю, если хочу довести картинку с каким-то макияжем до идеала. А еще никогда не стоит повторять макияж прям один в один. Я просто беру идею и сама пытаюсь нарисовать эти снежинки так, как я могу и так, как мне удобно. Но пока что получается так, что я не могу и мне неудобно. Но тем не менее, в любом макияже у разных людей разное строение глаз, разная форма губ. У меня, например, вообще губы со шрамами, а я тут в лепард пытаюсь податься. И повторять какой-то макияж прям один в один, измеряя там какие-то миллиметры по линейке, это прям вот, я считаю, самый путь к провалу. Посмотрели на макияж, запомнили или, как я, зарисовали. И уже по схематичному рисунку делаем на своем лице так, как сама идет рука, так, как нам удобно. Потому что я вот сейчас пыталась эти снежинки с картинки повторить, и получилась какая-то лажа. Вот это, кстати, красиво получилось. В принципе, издалека выглядит прикольно. Вблизи, конечно, такое себе. Ну и так же, как на глазах, я возьму палочку и нарисую маленькие круглые снежинки. Прошло сто лет, я только закончила вырисовывать дурацкие губы, вернее, дурацкие снежинки, но, по-моему, издалека получилось прикольно. Вообще, я хотела взять черно-зеленые ресницы из новой коллекции Beauty Bomb, но почему-то одна ресница куда-то исчезла, так что буду клеить обычные черные. И вот такой макияж у меня получился. Давайте сначала посмотрим на референсы, а теперь на то, что получилось у меня. С этим макияжем я пойду на какое-то суперстранное мероприятие. Короче, как мне объяснили, есть какая-то известная группа, и эта группа играет сегодня в нескольких барах подряд. И люди приходят послушать эту группу, и они вместе с группой ходят туда-сюда от бара к бару. Но, типа, как мне сказали, это какая-то такая крутая культовая новогодняя традиция уже много лет. Так что идем сегодня оккультуриваться по барам. Все же, наверное, губы я просто красными сделаю, потому что я не думаю, что Аквагрим переживет этот вечер. Второй макияж вот такой, выглядит очень эффектно. И мне его прислали, наверное, максимальное количество раз, значит, надо повторять. В этом макияже будет эффект зацелованных губ, розовая и румяна, голубые тени с блестками и немного китайских техник, увеличивающих глаз. Звучит, конечно, интересно, но из всего этого мне идут только голубые тени. Наверное, из всех новогодних макияжей именно этот показался мне самым трендовым и небанальным. Но при этом в нем объединено все то, что мне максимально не идет. Поэтому для меня это прям челлендж. Мне не идут китайские и корейские техники макияжа. Мне не идут яркие и румяна. Мне пипец как не подходит эффект зацелованных губ и на мне это смотрится очень странно и тупо. И яркие румяна на носу на мне тоже не выглядят мило. И если на фото у девушки такое прям милое строение лица, то на мне с максимально другими чертами и строением лица это все может выглядеть максимально зашкварно. Но ничего страшного, покринжуем вместе. Но перед тем, как начать создавать второй образ, я хочу немного рассказать вам о новогодней рассылке от LibreDerm. Сейчас моя кожа выглядит более-менее, но несколько недель назад это был какой-то полный трэш. Потому что зимой у меня кожа лица дико сухая, склонная к аллергии. У меня аллергия на краску. А то есть только из-за этого вы выглядите тогда? Да. А также появляются всякие раздражения, шелушения и высыпания. Хотя зимой такая картина на лице, я думаю, знакома многим. Так что сейчас самое время попробовать уход от LibreDerm, чтобы мою кожу восстановить, увлажнить и привести в порядок. А у меня тут просто огромное количество всего для сухой кожи. Начнем с умывания и очищения кожи. Здесь есть гиалуроновый гель-гаммаж для умывания с гранулами воска ЖЖБА. И гиалуроновая пенка для умывания. Как видите, я ее уже активно пользуюсь. И, кстати, эта пенка это как раз тот случай, когда пенка способна смыть сразу макияж. Потому что в моем обзоре косметики Unicorn Soproof как раз была такая пенка, она была очень похожа на эту, но макияж она не смывала. А вот эта штука справляется. Из линейки Церафавит тут есть липидовосстанавливающий бальзам тройного действия для лица и тела, а также несколько разных кремов. Например, липидовосстанавливающий крем для нормальной, чувствительной и сухой кожи. Крем Амолент успокаивающий при изуде от сухости. И вот такой жирный крем Дефавит для сухой и чувствительной кожи, как раз склонный к аллергии. Вот этот крем я только недавно начала использовать на ночь, но у меня достаточно быстро ушли все эти ужасные шелушения на носу, которые, кстати, были еще в прошлом ролике. Также у меня тут имеется вот такое масло для душа, которое очищает и питает кожу. Также для лица есть тоник Софтнер успокаивающий для чувствительной кожи. Очень прикольная штука, я его наношу на ватный диск, он прям такой нежный становится, как будто какое-то масло приятное. И гиалуроновый гель патч для увлажнения вокруг глаз. Тоже, кстати, хорошая штука, сейчас начала активно ей пользоваться. Вся эта косметика подходит для атопической, сухой и чувствительной кожи, склонной к зуду, сухости и аллергии. И мне кажется, это просто прекрасный вариант спасти свою кожу от сухости зимой. Попробую протестировать все эти продукты в ближайшие несколько недель. И потом выложу в шорт, как изменилась моя кожа. Но уже буквально пару раз, попробовав некоторые продукты, я чувствую какие-то изменения, и это не может не радовать. Ладно, возвращаемся к макияжу, начну его с румян. Возьму вот эти румяна от Beauty Bomb, называются они Child of Dementor, и они вот в таком красивом оттенке. Конечно, хотелось что-то такое более розовое, более томное. Ну и на нос тоже надо побольше нанести. Теперь продублирую это все румянами из палетки для лица от Soda. Здесь как раз такой холодный светло-розовый оттенок, как будто у меня реально такое замерзшее холодное лицо. Теперь на глаза нанесу голубую подложку, пусть это будут жидкие тени от Lottie London. У этой девушки очень красивое атмосферное фото, но, к сожалению, такое качество, что вообще непонятно. Приходится гадать, что у нее там на глазах. Начну со светло-голубых теней и возьму палетку Colourpop. Только она будет уже с голубыми оттенками. Как же я эту палетку ненавижу, вы бы только знали. Настолько я ее ненавижу, что даже не могу вам показать, потому что я боюсь, что сейчас из нее что-нибудь вылетит. Подсниму ее на телефон, потому что с ней все прям очень плохо. Буду использовать пастельно-голубой оттенок Moonlight. Это один из моих любимых оттенков и, по-моему, очевидно, насколько я его люблю. Нанесу светло-голубой на подвижное веко. Также вот сюда немного на нижнее веко. И вот сюда с краю. По ощущениям, еще вот этот внешний уголок как-то у нее затемнен. Поэтому я возьму вот эту палетку из коллекции Beauty Bomb Dark Academy и добавлю совсем чуть-чуть темно-синего оттенка Severus. И теперь из этой же палетки возьму коричневый. Думаю, возьму вот этот нижний. Он будет наиболее холодным и подходящим. И маленькой кисточкой буду затемнять вот здесь, под естественной складочкой глаза. Теперь возьму вот такой карандаш-хайлайтер от Astra. И сатиновой частью выделю вот этот мешочек. Подчеркну его прямо по росту ресниц. Теперь возьму дохромный шиммерный оттенок Lumi из палетки Colourpop. Он такой светлый, немного отливающий в голубой. Добавлю его на серединку подвижного века. А также в уголок глаза. И в эти же места хочу добавить максимум блесток. Сначала возьму вот такие блестящие жидкие тени от Lottie London. Я прям возьму вот так вот пальчиком и добавляю их на верхнее веко. И теперь маленькой кисточкой выделю вот этот уголок глаза. И нарисую прям светлую блестящую линию вдоль уголка глаза, вдоль ресничного края. И давайте еще на нижнюю слизистую белый карандаш нанесу. Теперь я должна нарисовать самую обычную черную стрелку. И вот сюда вниз добавить черные ресницы. Но как я понимаю, на фото у нее просто как палочки такие нарисованы и все. Использую лайнер от Astra. И аккуратно, тоненько прочерчиваю здесь границу. И теперь снова нужно взять белый аквагрим и добавить вторую стрелку прямо над этой. И продублировать белым реснички. На фото у девушки очень красивые накладные ресницы. У меня, к сожалению, таких нет, но недавно я купила пучки под названием Драконий хвост. Вероятно, благодаря им как раз получится сделать подобный эффект. Так что буду клеить ресницы и возьму самый большой размер. Здесь это номер 13. Да уж, к сожалению, у меня даже самые большие пучки выглядят маловатыми. На самом деле, очень жаль, очень бы хотелось, чтобы они были более такими яркими и длинными. Теперь мне нужно нарисовать снежинки. В принципе, в прошлом макияже я нормально так натренировалась. Дорисовала снежинки и теперь приступаю к большому трэшу. Во-первых, сейчас себе сделаю нос алкашихи. Хотя, в принципе, мне можно ничего не делать, можно оставить прям так. Вы бухаете, я спрашиваю? Я? Да. Я похожа на алкаличку? Да. И теперь буду делать зацелованные губы. Я часто делала себе такие губы на всяких креативных фотках, где какой-то лютый макияж. Но в жизни на мне эти губы выглядят просто ужасно. Беру вот такую красивую помаду от Beauty Bomb и начинаю растушевывать вокруг губ прям немного пальцем. И теперь покрою этой же помадой все губы. У девушки очень активный хайлайтер, поэтому я возьму однушку белых сатиновых теней от Maybelline. Она у меня уже так нормально заюзанная. Сделаю вот такую вот пимпочку на кончике носа и нанесу вот сюда над верхней губой. Ну и также у меня есть странный хайлайтер с обзора самой дешевой косметики с Wildberries. Он прям дает очень яркое сияние, но мне прям страшно его открывать. Да, по-моему, это то, что нужно. И вот такой макияж у меня получился. Ну а давайте сначала посмотрим на референс. А теперь на мое жалкое подобие. Напишите в комментариях, что думаете насчет этого макияжа и получилось ли у меня повторить что-то подобное. Потому что сам по себе макияж безумно интересный и красивый, но какие-то элементы я бы убрала и переделала бы макияж полностью под себя. Но сегодня у нас задача повторять, поэтому как есть, так есть. И третий образ это будет образ оленя. И честно говоря, меня этот олень уже так задолбал. Просто вот чисто из года в год все делают этих дурацких оленей. А я вот какие-то образы не делала, но оленей еще не делала ни разу. Так что сегодня наверстаю упущенное и наконец-то стану оленем. Так, все, Рождества не будет, у меня сломалась трость. Вот отстой, я думала она еще лет пять послужит для всяких видосов. Ладно, давайте уже делать макияж и начну я с контуринга. Тем более контуринг здесь очень обильный. Можно воспользоваться жидким контурингом в стике, но я подумала, что почему бы не взять просто палетку с гримом и как раз-таки его использовать как контуринг. Я возьму вот этот коричневый оттенок, обильно наношу его на скулы, на линию роста волос. Также добавляю на нижнюю челюсть. Наверное, украшения мне больше не понадобятся. А также по краям на шею. И теперь приступаю к сухим продуктам. Блин, выгляжу я, конечно, очень весело. Сначала продублирую все контурингом от Beauty Bomb. И самые темные оттенки сделаю при помощи палетки от Soda My Melody. Тут как раз есть вот этот красивый темно-коричневый оттенок. Теперь переходим в макияж и класс. И, в принципе, я буду делать все то же самое, только вместо жирного грима в качестве подложки буду использовать жидкие коричневые тени от Alien. Очерчиваю границу над складкой верхнего века. Сразу ее стараюсь немного растушевывать, чтобы потом у нас не было никаких пятен. И ухожу вниз по боковой части носа, практически до кончика. И теперь все то же самое делаю снизу. Сначала иду ровно вот по этому мешочку. И затем резко ухожу вниз. Снова беру коричневые тени из палетки Soda. И дублирую ими весь этот рисунок. И теперь тушу все это более светлым оттенком коричневого. Возьму вот эту палетку от You Can Be. И просто какой-нибудь светлый первый попавшийся цвет возьмем. В общем, чтобы этот макияж выглядел красиво, нам нужно добиться идеальной тушевки в кожу. И что-то мне захотелось сюда еще на нижнее веко добавить черный оттенок. Теперь плоской кистью с консилером почищаю границы. И теперь заполняем все это дело внутри белой помадой от Джеффри. Можно, конечно, сделать это сразу белыми тенями, но так будет выглядеть более стойко. Теперь промазываю слизистую белым карандашом. Кстати, да, все это дело можно было, наверное, и карандашом просто накрасить. И теперь дублируя все белыми тенями, я буду использовать свою очередную убитую палетку Colourpop. Не спрашивайте, что с ней, я сама не хочу знать. Да, я опять же ее буду показывать, потому что там какой-то рефил вываливается. Но зато там достаточно хороший пигментированный белый, а пигментированный белый – это достаточно большая редкость в палетках. Ну, кстати, подобного формата мне очень понравилась палетка от Stellar, где черные и белые цвета и металлик. Там тоже достаточно неплохой пигментированный белый. Не знаю, есть ли сейчас еще в продаже эти палетки. Но она у меня тоже есть, она очень крутая. Так, а здесь белый начинает сыпаться, я его прям впечатываю такими движениями. Если есть желание довести все максимально до идеала, то можно взять белый аквагрим или белую подводку. И вот эту стрелочку, уголок прорисовать. Чтобы мои глаза выглядели более четкими и яркими, я воспользуюсь черным лайнером. Дорисую стрелку, которая будет повторять форму нашей большой стрелки. Кстати, я вам очень советую, если вы делаете белый макияж, обязательно делать черную стрелочку и прокрашивать слизистую. Потому что я замечала такую тему, что все белые макияжи, вот эти белые ресницы, все подобные приколюхи, они выглядят очень круто. Но в основном только на фото. В жизни, особенно издалека, это выглядит очень странно. И теперь также черным лайнером сделаю линию вот здесь вот вниз. Теперь надо нарисовать красный нос. Можно сделать это аквагримом, но я буду рисовать красной матовой помадой. Надеюсь, она у меня до завтра смоется, и я не буду ходить с красным носом. Я же не какой-то вам тут клоун или Дед Мороз. Стой! Стой! В этом образе на нос приклеены стразы. Давайте тоже их приклеим. Хотя, блин, мне так жалко стразы, у меня их так мало осталось, особенно красных. Но красота требует жертв. Теперь буду делать губы. Для этого беру черную подводку и рисую полосочку от носа до губ. И вытягиваю кончики губ к скулам. И теперь всю верхнюю губу покрываю черной матовой помадой. Угу, и кратер, чтобы она не отпечаталась. Теперь возьму дотсер. Это такая специальная штучка с металлическим круглым наконечником. И ей очень удобно рисовать точки. Поэтому я с каждой стороны нарисую по три аккуратные точки, как на референсе. На нижней губе у девушки на фото безумно красивая помада. Спасибо, я теперь тоже такую хочу. Ну а я воспользуюсь своим карандашом от Colourpop. Теперь я снова беру аквагримы и начинаю рисовать им белые точки, белые пятна по всему лицу, где у нас коричневые. На лбу, на скулах, на боковых частях носа, можно на подбородок уйти, на шею. Я буду пользоваться дотсером и колбачком отклеить для ресниц. Так, оп. И пятнышко готово. В принципе, даже ровно. Ну, как бы, в принципе, макияж готов и осталось приклеить ресницы. Но вы же все знаете, что я не я без какого-то лютого креатива. Поэтому я решила повторить еще и эти колокольчики на шее. Это было бы в разы проще, если бы я умела рисовать, но я не умею рисовать. Почему-то многие уверены, что я очень хорошо рисую, но на самом деле нет. Я могу, в принципе, попробовать что-то срисовать, типа как здесь на картинке. Но чтобы вот так вот взять и фрихендом нафигачить тут бантик, колокольчики, еще какую-то фигню, не, я так не могу. Для меня это невыполнимая задача. Возьму снова палетку жирного грима и выделяем основные цвета. Колокольчики сделаю желтыми. И красным помечу сам бантик. Теперь из палетки беру черные и коричневые цвета и затемняю, то есть делаю тени так же, как на картинке. Господи, это какой-то капец, время 3 часа ночи, я все еще рисую эти дурацкие колокольчики. У меня уже голова превратилась в колокольчик. Ладно, на самом деле мы уже почти на финишной прямой. Я сейчас беру аквагрим и начинаю дополнять бантик желтыми линиями. И затем черным аквагримом или лайнером очень аккуратно очерчиваю контур. И это, наверное, будет наибольший геморрой, потому что тут нужно не накосячить. Ну и, конечно же, я не смогла обойтись без головного убора. И я решила взять вот этот свой старый кокошник с ягодками. Он тоже с рогами, правда тут рога сатаны, а не оленя. Ну извините, хоть немножечко от меня должна же в этом образе остаться. Вот черт, вот черт, вот черт получается. Осталось дополнить образ париком. Ну что, вот такой вот образ у меня получился. Смогла ли я стать оленихой и решать вам, пишите в комментариях. Время 4 часа утра. Честно говоря, для меня повторять эти образы было достаточно сложно. Даже если я чем-то вдохновляюсь, я все равно сделаю образ по-своему. Но, тем не менее, это очень прикольный экспириенс. Ну а вас, моих прекрасных, я поздравляю с наступающим. Желаю, чтобы Новый год был лучше, чем предыдущий. В Новом году ждите от меня еще больше классного и качественного контента. В Новом году от меня ждите еще больше их. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, перевоплощениях, стиле и обзорах косметики. Увидимся в Новом году!